Шалом всем, запись включена. Мы сегодня начнем огромную тему, относительно огромную тему, одну из важных тем, больших тем в законах шаббата, законы мукцы. Что такое точно мукцы, мы разберем на следующем уроке постепенно, что это такое. Глобально, если можно сказать, что такое мукцы. Мукцы – это определенные предметы, которые человек, скажем так, мукцы от слова «лякцот», «ляфриш», то есть в принципе отделять от себя, когда человек отделяет, и они становятся ему не нужны в шаббат. Но мы разберем это более лучше, постепенно, и нам будет все понятно. На сегодняшнем уроке мы займемся, скажем так, глобальным введением понятия мукцы, а точнее в базисы. Это запрет Торы, это запрет мудрецов, это постановление пророков. Что именно запрещено, почему запрещено, для чего запрещено, на чем это строится, это будет сегодня нашим уроком. То есть мы сегодня построим базу. Базу тогда на следующем уроке мы начнем разбирать объяснение, что такое мукцы, что именно запрещено, и какие виды мукцы есть, и так далее. И мы пойдем по видам мукцы дальше и дальше проходить и выучим эту тему. Итак, начнем с первого. Первое, мы будем сегодня много читать, с вашего позволения, то есть источники. Я их вам буду переводить, и мы с вами поймем, что такое мукцы, то есть на чем она стоит, а чем это как-то запрещено. Итак, у нас есть гмара в трактате Псахим, который нам рассказывает следующее. То есть мы сейчас займемся первым вопросом, мукцы это запрет Торы или нет. У нас гмара в трактате Псахиме на 40 смолисе говорит следующее. Человек, который варит седалищный нерв, как вы знаете, седалищный нерв запрещен евреям в еду, после того, как Яаков был поражен седалищным нервом, и это стал запретом. Человек, который варит этот гиданаше, то есть седалищный нерв в молоке пьем тоф, и съест его, получает наказание в 40 ударов, в 49 палок, точнее в 40 палок, в 39 палок, за 5 раз, то есть в 5 раз умножить. Он получает наказание в 5-разовое, то есть за 5 разных преступлений. Какие? Объясняет, Рава объясняет Абай, то есть да, за что? Во-первых, он зажег огонь, это одно из запрета, то есть один, который он перечитает запреты, и принес деревья, то есть дрова, которая является мукцем. Окей. Задает мое вопрос. Вы мукцы да урайтал? Подожди, стоп, стоп, мукцы, это закон Тора, это запрет Торы. Амали отвечает Абай, Рава Абай, и да, действительно, это так. То есть да, говорит, да, действительно так, откуда, а где же стих, из какого мы стиха учим, что мукцы, это закон Торы, как сказано. И в шестой день приготовьте все, что вы принесете. То есть мы знаем, что в пустыне Всевышний дал заповедь народу Израиля, что в пятницу, то есть имеется в шестой день, перед наступлением шабата, все, что вам надо, приготовьте. То есть да, приготовьте для шабата всю еду. Мы там учим, то есть все, что нужно, чтобы использовать шабат, нужно приготовить до шабата. Получается, все, что не приготовлено к шабату, запрещено в шабат. И откуда мы, то есть да, недостаточно стиха, то есть что есть такой запрет, то есть есть такая обязательность, что нужно. А где запрещаете запреты? написано, не делай никакой работы. Раши нам объясняет интересную вещь. То есть приготовки, то есть приготовленные, то есть человек должен приготовить все, что ему надо на шаббат. Сегодня, то есть в шестой день, первым наступлением шаббата. И должен, когда он так готовит, приготовляет все вещи разрешенные, которые он будет в шаббат делать, или использовать, он должен сказать, это сделано для шаббата. То есть это сегодня для шаббата. То есть за работу для шаббата не надо. Итак, он говорит, как сказано, выпекайте все, что вместе выпечьте, варите все, что вместе варить, ибо оно не готовое. Еще, то есть если вы не приготовите, то есть не выпечите, не сделайте, не будут приготовлены. Это назвалось ахана, приготовление. Приготовление в шаббат, то есть превращение что-то ненужного. То есть когда ты берешь вещь, которая в принципе не нужна в шаббат, и берешь ее в шаббат, и начинаешь ей пользоваться, ты нарушаешь запрет Торы приготовления. То есть делаешь не в пятницу, а делаешь сам шаббат. И это запрет. То есть в принципе, если мы видим, по мнению Рашек, он здесь объясняет, мнение Арава, что мукция – это запрет Торы. Какой запрет Торы? Это запрет Торы, брать что-то неприготовленное специально для шаббата, и использовать это. В трактате Баица нам рассказывает про яйцо, которое родилось, появилось на свет у курицы в праздник. Причем праздник, который идет после шаббата. И там сказано, что запрет этого яйца, его нельзя есть, то есть Баид Гилель говорит, мишу махана, то есть его запрещено есть из-за того, что оно было приготовлено. То есть это яйцо, которое появилось на свет в праздник. Как объяснил Рава? То есть любое яйцо, объяснил Рава, любое яйцо, которое появляется сегодня, оно было приготовлено вчера. То есть курица рожает то, что она вчера была у нее готова. То есть так объясняется. Таким образом, и это идет потому, что сказал Рава, как сказано, И было в день шестой, приготовили то, что принесли. Будний день готовит шаббату, и будний день готовит праздник. Но Йомтов не готовит для шаббата, то есть праздник нельзя, праздник готовит для шаббата, и тем более шаббат не готовит для праздника. Это, кстати, то, что я сказал вам в начале до урока, до того была запись, что нужно делать рух тавшили, нужно приготовить рух тавшили, чтобы вы могли в праздник готовить на шаббат. Иначе вы входите в запрет приготовления с праздника на шаббат. И рух тавшили нам пришла проблема. В шаббат, естественно, праздник готовить никак нельзя. Таким образом объясняет Раши «Литаме адяма раба». Что раба сказал? Почему раба запретил это яйцо, которое было приготовлено в шаббат ради праздника? И там сказано по мнению которого сказал раба. По какое мнение сказал раба? Отвечает Раши «Псахим». То, что мы читали в «Псахим» «Де мукцы де урайта». Что по мнению раба, мукцы — это закон Торы. И по этой причине это яйцо. Мукцы. Почему оно мукцы? По причине того, что оно было приготовлено в шаббат. И его нельзя пользоваться. И праздник тоже. Окей. И так и то же самое раба и гаон выходит, что запрет кушать вещь, которая является мукцей. То есть вещь, которая не была приготовлена до шаббата, то есть не предназначена для шаббата, является запретом Торы. То есть взять яйцо, которое снесла курица в шаббат и скушать его в пра и использовать его в шаббат нельзя. Это мукцы. Да еще ну ладно. Но это мы будем разбирать потом. Или даже в праздник его нельзя, потому что приготовление на праздник было до шаббат. Запрет Торы. То есть в принципе, если мы можем сказать, что по мнению Раши, Дарабга и Гаон, исходя из того, что сказано в Моретовском прочитали, мукцы запрет Торы. Со всеми вытекающими. Мы сейчас поговорим, что за вытекающими ходят. Но абсолютное большинство мудрецов первого поколения решуним говорят, что это не так. Это Тосфот, Меири, Рашба, Рамбам и так далее, и так далее, и так далее. Они говорят, что раба не считает, что мукцы, то есть раба – это один из замечающих мудрецов Палмуда, а мура не считает, что мукцы – это Торы. А то, что приведено в трактате Псахим, если продолжать дальше в море видеть, то есть разбирать дальше судьи, то видно, что раба поменял свое мнение, и он не считает, что запрет Торы. И так действительно пишет Рамбам в законах шаббата Маймонид, что запрет мукцы – это запрет мудрецов. Мы еще дальше посмотрим, на чем базируется запрет мудрецов, для чего это сделано. Но в принципе это запрет мудрецов. Хорошо, а что нам сделать со стихом? Ведь стих говорит воемщи ваахинута шеребью – приготовьте то, что вы сделали. Вот нам стих же из Торы, который говорит, что мы должны готовить все до шаббата, а в шаббат мы это не можем делать. Вроде мукцы – это закон Торы. Ответ простой Рамбам – асмахта беальма. Асмахта – это прием мудрецов. То есть мудрецы выносят закон, но они хотят, чтобы он не был в воздухе, висел, а дать ему более мощной силы. Они находят стих Торе, который несет смысловую нагрузку, хотя он не говорит об этом, но несет смысловую нагрузку близкую к тому запрету, который постановили мудрецы. И мудрецы присоединяют к своему запрету для того, чтобы дать ему большую силу. Поэтому это называется асмахта. То есть я выношу, то есть как мудрецы постановили запрет, то есть для этого были причины, и находят ему опору, скажем так, асмахта, в том смысле опора в Торе. Можно найти в опору в Торе, но это не значит, что это закон Тор, как объясняет Рамбам. И в принципе так выходит, кстати, Нахманида, Рамбам тоже так считает. Хатам Суфер, Хатам Суфер делает небольшой такой мостик, скажем так. Он говорит, что нужно разделить. Он говорит, что вещи, которые еда, еда, которая не приготовлена, то есть именно в еде. Ведь дело в том, что в Псахием и в трактате Бойца, там разбор идет вещей, которые еда. Он говорит, еда, которая не готова, она мукцы тоже. То есть не готова, мы еще будем говорить, не готова еда, она является мукцей. Мы когда дойдем до мукцы Махамад Гуфо, то есть мукцы сама по себе, это будет следующий урок, мы узнаем, что еда не готова является мукцей. И какая не готова еда, и кому она, что такое не готова, мы еще поговорим. В любом случае он говорит, что не готова еда, которую не приготовили к шабату, является мукцей по закону Торы. Это закон Торы. Или близок к закону запрету Торы. Но все остальные видные мукцы, которые мы еще выучили. Они запрет мудрецов. И так написал нациф Робин Автальцвилда Берлин из Воложина. Кто не знает, это папа Робина Ира Барлана, через который университет Барлана называется, он один, кстати, нациф, кто не знает, один из глав Хову Вей Цион. Это организация, которая была очень сионистская. Глава Ишива Воложина, из самых известных Ишива Литвы. Так вот, он тоже согласен с этим мнением. И также, то есть, вводит из Робина рукам и так далее. Окей. Это с точки зрения всевозможных вещей, которые, скажем, нет их особого предназначения в шабат, то есть, не появились в шабат или не были готовы к шабату и так далее. Есть другая вещь. Есть другая сторона медали, которую мы сейчас разберем. Предметы. То есть, не какие-то там камушки, какие-то неприготовленная еда, какие-то полуфабрикаты и так далее. Предметы. Готовые предметы. Всевозможные, не знаю, стаканы, бутылки. Сейчас вы разберетесь. Они вроде бы, как бы, ими можно пользоваться. То есть, они готовы, они приготовлены всегда для использованного человека. Но мы сейчас увидим, что у них тоже есть запрет. И связаны с понятием мукцы. Итак, у нас есть мечта в Картаке Шаббат, которая говорит по поводу мукцы в предметах, которые человек использует. Там сказано так. Раби Йесей омер кола килим нитвин фуцмин га масор га гадоль в ете чель махрыша. То есть, да, говорит Раби Йесей, все предметы, то есть, используя человека, можно брать шаббат, кроме большой масор, это, то есть, такой вид такой пилы и так далее. Или ете чель махрыша, это для борождения, то есть, борозды, чтобы борозду делать в почве, такая вот штука здоровая. И они не берутся, потому что они являются мукцами Махамадхи Сронкис. Что такое мукцами Махамадхи Сронкис? Мы сейчас объясним. Это мукцы, который человек, это предмет, который человек никогда не использует ни для чего другого, кроме его непосредственного, прямого использования, он им дорожит и трясется над ним. Таким образом, это Хисронкис, то есть, да, потеря кармана называется. И по этой причине она в шаббат не подходит. Так вот, получается, что любые вещи, то есть, да, любые предметы, которые использует человек, можно брать и переносить в шаббат, кроме вот этих две большие вещи, которые человек не использует. Но, но, все хорошо. У нас есть по этому поводу русалимский талмут, который рассказывает нам очень интересную вещь. Сказал Рабиа Бау Бошен Роби Лазар. Сказал Рабиа Бау Бау Боришуна. В начале всего, то есть, когда-то, еще после Торы и так далее, все предметы, которые использует человек, то есть, и лимб, и лимба, шаббат, то есть, можно было брать и шаббат, передвигать и тогда. Но когда евреи подозревали, что они нарушают шаббат, то есть, да, и праздники, то есть, они используют эти предметы для запрещенного использования в шаббат и праздники. Как сказано в книге на химьян. И в дни лета я видел в иудее, что они выдавливали виноград и навьючивали ослов, то есть, да, в принципе, нарушали шаббат напрямую. Запретили им все, то есть, в принципе, пришел на химьян, это, в принципе, постановление, это такой переходный период между пророками и уже исчезновения пророчества, начало второго храма, пришел на химьян и установил постановление со старейшинами, с пророками, запретить все тотально, то есть, да, любой предмет использования человека в шаббат. То есть, да, вы не могли, извините меня, взять бутылку, то есть, стакан, все запретили, тотально. Для чего? Потому что люди нарушали шаббат. Вообще запретили все, что даже разрешено, то есть, для разрешенного использования. Это что не сделали? Пока нитгадру, то есть, когда увидели, что люди укрепились и начали соблюдать то, что надо соблюдать, то есть, постепенно, когда увидели, что люди соблюдать начали и не нарушать шаббат, начали постепенно, скажем так, снимать ограничения. Вам сейчас будет понятно, как в короне, то есть, да. Глобально запретили все, ничего нельзя, а потом потихонечку снимали ограничения, то есть, да, пока людей не приучили аккуратно себя вести без ограничений. То есть, этих достались запрещенные, то есть, определенные предметы. То есть, когда ты объясняешь, как это было, человеку странно понять. Сегодня кто-то пережил корону. Легко понять, что такое закрыли все, а потом постепенно снимаем ограничения. Вот. Это то, что сделано химья с запретами шаббата. Для того, чтобы научить людей шаббат соблюдать. Гмара, нам тоже там дальше приглашают, Гмара в тратате шаббат, то есть, не только в Русланском Палмуне тоже рассказывают, что в самом начале, айомрым, суша, килим, нитримба, шаббат. То есть, в самом начале сказали, то есть, три только вещи можно использовать в шаббат. Мукцэшэльдвилла, то есть, да, мукцэшэльдвилла это такой вид ножа, которым режут, нарезают засушенные сокафрукты. Окей? Двилла это, в принципе, засушенный инжир. То есть, они разряжают засушенный инжир. Визогамали стариншэлькадыра, то есть, да, или, в принципе, такую ложку для того, чтобы убирать грязь, то есть, остатки пищи с... О, клубни, тут говорят, Герас. Это было, когда Махеша говорил. Так вот, убирать с кастрюли остатки еды, то есть, это разрешили. Веса кинтана шальгабеа шурхантус, да, и маленький нож, который пронзут на стол для того, чтобы резать мясо и рыбу, когда ты ешь. Вот. В принципе, это все, что нужно было использовать в шаббат. Вначале. То есть, рассказывают, когда запретили все, оставили только три предмета, которые можно использовать. Вот этот вот нож, который режет, отрезает вот эти вот высушенный инжир, ложку, которая убирает остатки еды с кастрюли, и нож разрезать мясо и рыбу для еды. Все. Все равно было запрещено брать в руки шаббат. А потом итиру, то есть, разрешили, потом снова разрешили, потом снова разрешили. Акши амру кола кильмиты либо жаббат хуцин на мессера гадор в рейетет шельмахреша. То есть, пока они сказали, что ли все предметы можно брать, кроме больших инструментов, то есть, этих больших и так далее, как можно сказать. Окей. Теперь. Они говорят, что такое итиру, хазру, итиру. То есть, как происходил процесс? Что такое? Разрешили, потом снова взяли и разрешили. Как это выглядело? Амарава, то есть, Рава нам объясняет, это было так. Сначала разрешили кличи мляхтоли и тер, то есть, вещи, которые разрешили, то есть, они предметы, которые всегда используются для разрешенных действий, например, там, тарелки, стаканы и так далее. Что можно их брать для их использования и переносить, или когда нуждаются в их месте. Но нельзя было их переносить, допустим, со солнца в тень, чтобы они не поломали, не разрушили, не испортились. Только для того, чтобы их использовать или когда нужны в их место. Потом разрешили переносить их ради их самих, то есть, в принципе, с места, которое солнца, в тень, чтобы сохранить их, да. Это разрешили с теми предметами, которые, в принципе, их используют всегда для разрешенных действий в шабах. Дальше. Дальше то, что сделали. Взяли, разрешили вещи, которыми лахтоли и сур, то есть, предметы, которые обычно используют ради запрета. Например, молотки, потому что молотком запрещено в шабах пользоваться. Но его разрешили, если мы берем его ради него самого, чтобы его использовать для разрешенного действия. Например, орехи, то есть, им бить, тогда можно брать молоток в шабах. Это лицор в гуфо называется. То есть, для его использования, для разрешенного действия это разрешили. И в лицор в макумоле, как он мешается, он лежит, называется, мне нужно это место, мне что-то поставили надо. Тогда можно его взять и убрать. Мы это еще будем широко разбирать. А в аль-ми хамале цель, значит, но для того, чтобы сохранить его, сдвинуть его с солнца в тень, не разрешили уже никогда. То есть, этого не было. И это то, что говорят, амара бихамина бейамейне хамья бен хахлия, то есть, нишнет мишназор. Когда это произошло? Во времена Нехемьи. То есть, в принципе, мы теперь понимаем, как это работает. Теперь. Получается, из того, что мы сейчас выучили с гмары, то, что связано с вещами, что называется, предметы использования, то есть, всякие килим, то есть, предметы, которые человек использует. Сначала они были разрешены все, потом их запретили тотально все, оставив три вещи, а потом постепенно разрешали. И в конце концов пришли к тому, что любую предмет, если его используют для разрешенной вещи, для разрешенного действия в шаббат или ради вместо его, можно в шаббат переносить, например, у вас лежит ручка, и она для запрещенного действия. Ее и пишут, то есть, больше ничего с ручками делать, но так как можно ему в руки поковырять, то есть, если вам нужно в ней в руки поковырять, можете взять и в руки поковырять, если у вас в любом ничего нет. Или, допустим, она лежит в месте, которое мешает. Оставили на столе ручку, а вам нужно там трапезу делать. Берете ручку, убираете. Это называется лицорах мукумо. Но мы еще раз разбираем. То есть, у нас, мы разобрались, у нас есть подход, что мукцы – это запрет мудрец Торы, есть те, которые считают запрет мудрецов. Отдельная категория стоит, вроде бы, это предметы использования человека. И теперь у нас вопрос, у нас есть вопрос к мукце. Стоп, 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 стоп. Мы говорим, что мукцы, вот эти вот запреты предметов – это запрет со времен Нахимья. Нахимья – это начало второго храма, после Вавилонского изгнания. Но у нас есть трактаки Шаббат, которые, кстати, описывают наши события Шаббата почти. Есть прямое доказательство, что мукце было запрещено еще во времена царя Давида. Где мы об этом знаем? Мы читаем. Мы читаем, что в трактате Шаббат на 30-м листе идет описание того, что царь Давид умер в Шаббат. Царь Давид – это Шаббат был. Царь Давид, ангел смерти, его не мог взять по причине того, что он занимался постоянно торой. Пока ты занимаешься торой, тебя не может ангел смерти тронуть. По этой причине, то есть, да, Всевышний послал, что к царю Давиду прошло время. Ангел смерти стоял, выжидал, когда же он закончит учиться. Ему это дело надоело. Он сделал, чтобы там его отвлекло кое-что в саду. Царь Давид встал, то есть, посмотреть, что в саду происходит, и там же в саду и умер. По причине того, что оторвался от торы, его ангел смерти и забрал. Таким образом, то есть, в принципе, царь умер и упал, то есть, во дворе, то есть, он лежит мертв. Его сын, Шломо, не знает, что делать. Он посылает сообщение мудрецам, сидящим в доме учения, то есть, да, мудрецам Израиля, тогда, и говорит так, пишет такое письмо, не письмо, а на словах передать, шаббат. То есть, вопрос такой. Умер отец и лежит на солнце, то есть, да, он лежит в саду на солнце, и, а собаки отца голодные, что мне делать? То есть, да, то есть, собаки отца голодных, нужно кормить, что с ними делать, и папа, то есть, умер и лежит на солнце. Шалахлей, то есть, да, ему ответили, что мы ответили. То есть, они сказали, возьми падаль животного, разрежь и дай, кстати, падаль – это мукцель, но мы видим, что из-за того, что мы еще будем учить, что оно, ее можно взять, эту мукцель разрезать и дать животным, из-за того, что падаль, она предназначена, хоть не предназначена для человека, но она предназначена в еду собакам, она не мукцы, поэтому разрежь и дай собакам кушать. А про отца они сказали, то есть, твой отец, положи на него или хлеб, или ребенка, и тогда с ним неси. Мы еще будем это учить, этот аспект, что это значит. То есть, в принципе, преврати его, отца твоего, в, скажем так, к базису, то есть, к основу для чего-то важного и разрешенного для шабата. И тогда ты несешь вместе с этим ребенком или куском хлеба, то есть, мертвого. Получается, что мертвого нельзя неси в шабат. Почему? Потому что мертвый, он не предназначен ни для чего, он мукцы. Таким образом переносить нельзя. Кстати, там царь Давид говорит, то есть, царь Шкомул говорит сразу, тогда еще не царь. Точнее, нет, он же царь, он же помазан на сабство, он еще прорезиняться был помазан. Он говорит, что получается, что живая собака лучше мертвого льва. Почему? Потому что живая собака, ее кормят, то есть, да, а мертвый лев, то есть, отец, получается, то есть, как бы у него вся его важность пропала. Собак накорми, а мертвого льва переносить нельзя. Вот. Так вот, что у нас выходит? Получается, что во времена царя Давида уже был запрет мукцы. А как же мы учим, что это во времена Нахемии, второй храм, царь Давид до первого храма? Шурхана Рухара Адмуразакен говорит, что товарши иной Рауль бы шаббат, а я сурли татали, аз бы я мэй Давид бы шломо. То есть, вещь, которая вообще полностью никак не пригодна для использования в шаббат, было запрещено уже во времена Давида и шломо. То есть, это более древний запрет, чем Нахемия. Нахемия говорил о тех вещах, которые пригодны к использованию человека, и с ними хоть что-то можно делать в шаббат. Царь Давид, во времена царя Давида запрещено, уже было запрещено те вещи, которые нет никакого возможности их что-то с ними делать. Допустим, мертвец. Да, мертвец, ничего с ним невозможно делать, что-то не может делать. Вот. Там была проблема. Кстати, Ароха Шурхан, раби Ихель, Михель Эпштейн, кстати, на Цива мы упоминали, раб Ихель, Михель Эпштейн был глава, рабином у города Нагорда. Это Белоруссия. Он был какое-то время зятем на Цива, раби на столице Юда Берлин, а потом тестем. То есть, потому что на Цив был женат на сестре Рав Ихель Эпштейна, пока она не умерла. Она умерла. И потом он не хотел с ним расстаться, и он взял в жены дочь Рав Ихель Эпштейна. Таким образом, мэр Барала называет Рав Ихель Эпштейна дедушка, хотя он ему и дедушка, и дядя одновременно. Вот. Так вот, объясняет нам Ароха Шурхан по поводу запрет мукции с Торой, что он говорит, таким образом происходит Швитата Шаббат. То есть, так сохраняет Шаббат. Он говорит так. Запрет мукции был со времен, когда дали Тору. То есть, еще с Синая был запрет мукции, но он был такой, как было, то есть, как бы произошло на этапе, когда вернулись и разрешились, вернулись и разрешили. То есть, он был на уровне запрета до того, как Нахимья установил все свои запреты. Я немножко это пролистаю, что он практически говорит. Но во времена Нахимьи, из-за того, что нарушали Шаббаты, то есть, да, из-за того времени, которое провели в Бавилоне, то есть, проблема получается, что во времена Бавилоне, скажем так, народ изра немножко распустился и немножко подзабыл закон и вообще, как себя нужно вести. По этой причине они распустились законами Шаббата. Поэтому во времена Нахимьи, Амадгу, Изра, встал он, Нахимья, Ваизра, Изра, Суфер и Хагай, Схарьяв и Малахи. То есть, да, три последних пророка. Кстати, кто последний пророк? Вы знаете, кто был последний пророк? Малахи. Малахи – это последний пророк. Так вот, они встали все вместе и постановили еще запреты на понятие мукцы. То есть, да, была базисная мукцы, а потом они добавили еще запреты на это. И в конце концов, и разрешили только три предмета к использованию, мучили. Велой так зря, квали дров. И их постановление было не на веки, не на поколениях. Кстати, они сами их уже спускали, то есть, потихонечку снимали санкции такие. И так написали наши мудрецы тоску и так далее, и так далее. И запрет стоял только на их поколение. То есть, весь запрет был только на их поколение. И поэтому, когда увидели, что народ начал соблюдать И они начали разрешать, возвращаться разрешать, пока законы не стали такими, как были до них, то есть, древние еще, Синая, и такими, как мы знаем их сегодня. То есть, получается, наши законы мукцы сегодня, по имени Аруха Шурхана, они вернулись к тому состоянию, которое было до постановления Нахеми. То есть, получается, от постановления Нахеми у нас ничего не осталось. Но они древние, они еще Синая. Поэтому во времена царя Давида они уже были. Окей, сейчас мы прочитаем, мы разобрались, то есть, источник. То есть, мы подведем итог, у нас, получается, закон Торы, мудрецов, скорее всего, источники Сторы, а мудрецы дали нам направление. Но мы сейчас немножко еще более войдем, для чего есть запрет мукцы. Еще чуть-чуть углубимся. Я знаю, сегодня такой урок немножко тяжеловатый, да? Такое называется в ешивах ламдани. Ламдани имеется в виду, когда раскручиваются источники и пытаются найти корень и суть. То есть, мы не идем сейчас, у нас практического сейчас ничего нет. Практика у нас будет немножко в конце уроков и, в принципе, на следующий урок. Сегодня мы учим базис всех законов мукцы. Это такой вот, скажем так, базис на урок, поэтому он в видении. Итак, Рамба в законах шаббата, кстати, Рамба весьма известный, который объясняет, скажем так, это базисное объяснение, на чем стоит запрет мукцы. Рамба пишет следующее. Запретили мудрецы переносить часть вещей в шаббат, как это человек делает в будние дни. Мы пней машина губ ресурзы амру. То есть, да, когда они притронулись к этому запрету, сказали. Что, говорят, сказали наши пророки, постановили наши пророки, что и предупредили нас, чтобы наша походка в шаббат не была похожа на походку в будний день, а наш разговор в шаббат не был похож на разговор как в будние дни. То, что мы учили до этого, все законы облика шаббата. Как сказано и говорит, тем более не будет переношения вещей в шаббат, как это делает человек в будние дни. Чтобы он не был похож в его глазах на будний день. И человек что будет делать с него, как в будние дни? Будет поднимать и исправлять всевозможные предметы с места на место, из дома в дом. Или брать камни, то есть убирать их даром. То есть, получается, и тогда он, получается, ничего не занимается. Сидит в своем доме и будет заниматься всевозможными вещами, которые захочет сделать. И выиграли, то есть, да, что он вообще не отстранился от деятельности. И тогда аннулировалось весь смысл, сказанного в Торе, это шаббата. Лиман Янох, чтобы отдыхал. То есть, если я ему не запрещу пользоваться предметами, что он будет делать, он целый шаббат им будет заниматься, в конце концов, ушло. Весь облик шаббата умер, исчез, прекратился. Поэтому нужно было запрещать в от. А еще, когда возьмет предметы, которые, то есть, обычно используются для запрещенных действий. То есть, может быть, что он начнет ими заниматься. И он может прийти и сделать запрещенное действие. То есть, он берет и предметы, он их переносит. Тогда он может прийти к запрещенному действию. И еще почему. А еще есть люди, скажем так, которые ничего не делают в своей жизни. Все свои жизни, то что они делают, они гуляют. Они гуляют, они гуляют, не работают, тунеядцы. И сидящие по углам. То есть, сидящие, семечки луцкающие по углам. То есть, на скамеечках. Вот такие вот люди. И они целыми днями все равно ничего не делают. Они не занимаются никакой работой. Если им можно будет ходить и говорить и носить все, как в обыкновенные дни, то получается, они когда в жизни не делают какой-то шаббат, то есть, их прекращение действий вообще будет, скажем так, узнаваемо. То есть, ты не сможешь определить, где шаббат, а где будний день у них. То есть, они так ничего не делают. А если не запретишь делать какие-то действия, то есть, разговоры шаббудничные, то есть, походка будничная или перенос будничных вещей, то вообще шаббата у них не будет. Таким образом, прекращение деятельности использования вот этих вот предметов, которые запретили к муце, она, то есть, скажем, одинаково для всех людей. Будь это рабочий человек, будь человек, который тунеядист, ничего не делающий. Хотя, в принципе, я тут неправильно говорю тунеядцы, потому что есть батланим, который очень хорошие люди. Объясню почему. Батланим, есть сказано, что город должен быть, в каждом городе должно быть Асара-Батланим, 10 людей, которые не занимаются никакой деятельностью. Для чего? Для того, чтобы они сидели в синагоге и целый день учились. Иначе это бой, не город. В каждом городе, ты хочешь называться, у них должно быть Асара-Батланим, то есть, есть человек такие, плюс они всегда являются миньяном, если что надо. Там похоронить кого-то или так далее. То есть, они как бы типа дежурный миньян. Но они ведь тоже никакой деятельности работы не делают. Таким образом, у них тоже, как бы, если им будет разрешено говорить, переносить будущие вещи, то у них шаббата не будет видно. А это, когда я запрещаю мукци, говорит Рамбам, это шаббат у всех. Он понятен, он у всех происходит одинаково. Неважно, чем ты занимаешься. И именно из-за этих вещей, говорит Рамбам, тронули запрет переношения, запретили. И поэтому запретили все, кроме того, и разрешили переносить только те вещи, которые человеку нужны в шаббат, как мы это объясним. И потом Рамбам начинает объяснять закон о нюансах. Окей. Так говорит Рамбам. Равит с ним не согласен. Ravit сразу там пишет, говорит, что он так говорит так. Амар Абрагам. Равит, это раби Абрагам бэн-даут. Эпоха Рамбама. Рамбама, это как Прованс. Прованс тогда был отдельной страной, к Франции не имел никакого отношения. То есть, было отдельное государство, отдельное место. Мудрецы Прованса, это были отдельные мудрецы. Они были французские мудрецы, были испанские мудрецы, и были Прованс. Итак, он в Провансе пишет следующее. Он будет переносить вне Ирува и нарушит запрет Шаббата. То есть, в принципе, тогда это стандартный запрет мудрецов. Есть работа, есть опасность, что она будет нарушена. Таким образом, мы запрещаем, ставим забор, не делать этого действия, чтобы не дойти до нарушения Шаббата. И все. И дело в том, что в Трагаде Боица действительно приводится такое объяснение. То есть, связано с выношением. В принципе, весь запрет переношения предметов связан из-за запрета УЦА. То есть, запрета переносить предметы вне пределов Ирура. То есть, в общем, пространстве. Как написал Иррей? У нас есть проблема. Какая проблема? Если проблема с мукцией, запрет мукцией стоит на проблеме переноса в общем пространстве вне Ирува, то тогда нужно вообще все запретить. Любой предмет. Потому что любой предмет можно вынести. Нужный, ненужный, включая еду. Почему все не запретили? То есть, да? Почему нет? Объясняется, потому что нельзя Нельзя наложить на народ запрет, который народ не сможет выдержать. То есть, это нереально. Нереально ложить запрет на все и вся, на еду, на все предметы. Народ просто этого не вынесет. Это невозможно. Таким образом, запретили часть вещей, которые народ может выдержать. Это дает индикацию. То есть, это дает возможность. Если есть часть таких запретов, у людей будет в голове держаться, что шабак, и они по ошибке не нарушат. Даже если запрещают не все, а только часть вещей. Хорошо. Разобрались. У нас есть другая проблема. Если мы говорим, что мукцы запрещено из-за того, что есть опасения, что вынесут в общее пространство, вне Ирува, тогда почему есть запрет мукцы в празднике? Ведь в празднике нет запрета уца. В празднике нет такого опасения, что вынесут вне общего пространства. В празднике не нужен Ирув с точки зрения переношения из места в место. Тогда зачем? То есть, почему в празднике это есть? Это один вопрос. То есть, вопрос, который поднимается. Ответ, который поднимает, то есть, можно дать, что ОЦА, она, то есть, ОЦА, то есть, да, вынос, то есть, не дай бог, что человек вынесет за пределы, то есть, Ирува, или принесет 4 арба-амо, то есть, 4 локтя в общем пространстве, то есть, в общественном пространстве без Ирува, то есть, на царешу-тараби. Это принцип. Но человек может нарушить еще много-много других работ, если ему не запретить, то есть, не ограничить вот этот вот запрет мукции. И таким образом получается, что запрет ОЦА, то есть, запрет вот этого вот, вот это вот запрещенное действие вынести в общественное пространство, это только пример. Есть много других. Кстати, таким образом можно объяснить и Рамбом, а то, что Рамбом написал, что есть опасность, что если ему разрешают брать вещи, которые обычно используют в запрещенных действиях, то есть, он, беря их в руки, может сделать запрещенное действие в Шаббат. Из всех 39 запрещенных рабов, то есть, за то, что угодно. Так, действительно, Маген Мишн объясняет немного, что Рамбом тоже согласен с Райзером, но Рамбом это более расширно. Окей, давайте подведем небольшие итоги, которые у нас есть. У нас есть так. Из-за того, что мы увидели сейчас, я много объяснял, и надеюсь, что не запутал вас со всеми этим объяснениям, что есть стоит. У нас выходит так. Мукцы – это от слова «лякцок», «ляфриш», «ляфрош», то есть, отодвинуться от этого. Это глобально, по мнению почти всех, запрет мудрецов. И он запрещен, мукцы запретили по основным, из-за двух основных проблем. Первое, для того, чтобы сохранить характер шаббата, чтобы характер, облик шаббата сохранился, как день святости и день отдыха. И таким образом, чтобы часть из этого, наши руки тоже немножечко отдохнули от переношения того, что не надо переносить. И чтобы они занимались тем, что не надо заниматься, то есть, вещами, которые не связаны с шаббатом. То бишь, в принципе, первое объяснение, то есть, для чего запрет мукцы – это сохранить характер шаббата. Чтобы он заводил. Это цевьё на шаббат. Для этого запрещена мукца. Как мы сказали, потому что, если человек разрешит переносить разные предметы, то он будет ими заниматься, и в конце концов, шаббатом не будет шаббатом, отдыха не будет отдыхом, и не будет видно, что деятельность прекращена. Кроме всего этого, на это накладывается, шалом леном, на это накладывается также запрет, предупреждение, потому что нам сказали наши пророки по поводу облика шаббата. Чтобы мы, как мы ходим, мы должны ходить не как в будний день, мы разговаривать должны не как в будний день, и переносить предметы мы тоже будем не как в будний день. И на фоне этого, то есть, да, постановили мудрецы, что наши руки не будут заниматься теми предметами, которые обычно занимаются в будний день. То есть, они будут их трогать. Так выходит слово в раму. Это одно объяснение почему. Второе объяснение, то, что мы выучили, это поставить забор перед человеком, чтобы он, не дай Бог, в шаббат не нарушил одно из 39 запрещенных действий. посредством того, что он будет использовать мукцы. Как, в принципе, постановили мудрецы и поставили заборы во всех, во всех, во всех запретах и заповедях Торы для того, чтобы оградить человека от нарушения закона Торы. И таким образом, мукцы – это забор, чтобы человек не нарушил центральную проблематичную работу, которая связана с предметами и переношением. Это вынос вещей в общественное пространство или через общественное пространство, то, что называется малехет уца. Окей. Короче, если мы скажем это одной фразой, почему запретили мукцы, это так, мукцы нам создает, запрет мукцы нам создает, скажем так, связь между нашей мыслью и нашими руками. Таким образом, что все, что в голове человека не подходит для использования в шаббат, то и руки его не трогают эту вещь. Окей. Для соединения сознания и рук. То, что не для шаббата в сознании, то же самое не для шаббата в руках. Это мукцы. И мы это разберем дальше. Теперь мы еще немножко разберем несколько вещей, законы, когда у нас есть сомнения по поводу мукцы. То есть на этом мы сегодня закончим, по поводу нескольких сомнений. У нас, например, вопрос, у нас есть сомнение в реальность. Является тот или иной предмет мукцы. Нам гмара в трактате боица говорит следующее. Что мы говорим, что если мы сомневаемся, была ли вещь приготовлена до шаббата или до праздника или нет, мы ее запрещаем. Человек нашел птиц или рыб, пойманных в селки. Он нашел их в праздник. Теперь у него есть сомнения. Эти рыбы или птицы были пойманы в сети до праздника или в праздник. Потому что если это до праздника, то они не мукцы. Но если они были пойманы в праздник, то они мукцы. Он не знает, что делать. Мы говорим, что мы идем к устрожению в этом случае. Так написал Рамбов, написал Шурхан Ару. Почему? Почему мы устрожаем? Есть два объяснения. Можно сказать, это запрет мудрецов. Давайте облегчим. Мы не знаем, да, это было приготовлено, но не было приготовлено. До праздника в праздник. Кстати, в праздник запрет мукцы намного более страшный, чем в шаббат. Это мы еще не знаем. Намного более высокий. И этому есть причина. Знаете, какая причина? Из-за того, что в празднике можно готовить, люди к празднику относятся более, скажем так, легко. То есть, да, более так закрывая глаза и спустя рукава. Назовем так. Таким образом, возможно, того, что они будут брать мукцы и делать возможные вещи, которые запрещены, повышаются в разы. Поэтому мудрецы сделали мукцы более запрещенной, более жесткой именно в праздник, чем в шаббат, когда есть запрещенные работы и человек как бы более аккуратный. Так вот, казалось бы, запрет мудрецов. То есть, почему не облегчить? Два мнения. Почему мы не облегчаем, когда у вас есть сомнения с точки зрения реальности? Это да, мукцы или не мукцы? Первое. Мы не говорим с фегдера банан лекула бы доварши ешну материн. Сейчас объясню. Мы не говорим сомнения в законе мудрецов. Мы облегчаем в тех вещах, которые нам станут со временем разрешены. Доварши ешну материн, то есть вещь, которая у него будет разрешена, это сейчас это запрещено, но скоро это будет разрешено. Это доварши ешну материн. Дело в том, что мукцы запрещено сейчас. Но в муце шаббат или в муце праздник, оно будет разрешено. Таким образом, мы не облегчаем запрет. То есть если мы говорим с фегдера банан, то есть сомнения в законе мудрецов, но через несколько часов или тем или иным сутки это будет разрешено, мы не облегчаем. Подождешь, то, что ты говоришь. Подождешь. Во-вторых, то сфот ешаним, вторая причина пишет, что в законах мукцы устражили, как в законах Тора. То есть у них, в отличие от всех запретов, он хочет запрет мудрецов, но в отличие от других запретов мудрецов, здесь сфегдарабанан лихумра, то есть, да, сомнения в дополнительном лицах, вкус прожили. Это мупцер. Магедмишна и Магенабра привели оба объяснения. Мишнаабра приводит только объяснение по поводу даваршиешматерин, то есть, вещи, которые будут разрешены потом. Таким образом, тут есть один интересный факт. Если у меня эти рыбы, которые попали в сеть, мы видим в сети, я не знаю, до праздника они поймались, были пойманы или после праздника, но если я их не достану и не использую в праздник, не приготовлю например праздник, праздник готовить можно, они испортятся, эмоции, шаба, праздник, на восходе праздника я их просто выкину в мусорник, то тогда получается, что их разрешение не придет никогда. И таким образом, они не являются даваршиешматерин, они являются вещь, которая будет разрешена позже. И тогда у них срабатывает снова сфегдера бананликура, то есть, сомнение в законе мудрецов на облегчение. И тогда можно разрешить, если мы говорим, что смысл, то есть, запрета, именно из-за того, что даварши на матри. И шаратси юм, это сам же Кофицхайм, поднимает эту тему. Таким образом, он и приводит второе объяснение, что это, то есть, не в Мишнабруа приводит, именно в шаратси юм, что проблема именно есть вторая, что это, что мукцы запретили закон автора, и поэтому он здесь тоже запрещает. Окей. Дальше. Короче, мы устражаем. То есть, да, если мы не знаем, это мукцы, не мукцы, с точки зрения, да, это было приготовлено на шаббат, или не было приготовлено на шаббат, что с этим? Мы запрещаем. То есть, вы видите, камушек лежащий, то есть, да, красиво лежащий. Мы еще узнаем, увидим, что камушек там мукцы. Если я приготовлю камушек для того, чтобы на нем сидеть или что-то такое, то есть, для использования шаббата можно будет использовать шаббат, но вы, допустим, видите этот камушек, и вы не знаете, что с ним, вы устражаете. Даже если он выглядит, как будто его приготовлено на нем сидеть. Вы не знаете, когда его приготовлено. Сейчас его светский положил, то есть, да, или кто-то, или не еврей положил, или вы, или это было сделано на шаббат. Окей. И теперь, когда мы говорим, у нас проблема, что мы сомнимаемся не в реальности, а в законе. То есть, мы не знаем, то есть, если у этого предмета нету приготовления, а сам предмет, этот предмет является мукцей или нет, по определению. В этом случае мы срабатываем, как во всех законах, спектра, банан, лекула. То есть, да, сомнения в законах мудрецов в разрешении. И так выходит в тракате боеца. Там Гмара рассказывает по поводу вопроса, есть ли мукцы на полшаббата. Мы еще будем это учить. Что там мукцы на полшаббата, то есть, мукцы это не было. То есть, да, допустим, у вас было шкафчик. Нормальный шкафчик, такой пользоваться можно, все нормально. Вы дома держите, не знаю, собаку-слона, и этот собаку-слон, или кто-то взял этот шкафчик, взял и поломал. Или ребенок сломал, так далее. Теперь это куски досок. То есть, да, эти куски досок теперь ни к чему не пригодны. Таким образом, они вроде бы уже больше невозможно использовать шаббат. Но так как они до шаббата были, да, пригодными, и теперь они посреди шаббата стали непригодными, то есть, может ли появиться посреди шаббата называется мукцы на половину шаббата. Это вопрос, мы будем разбирать его отдельно. Так вот, когда я сомневаюсь, и там гмара приводит, что мы облегчаем, так пишут Рожба, Ироша и так далее, мы облегчаем. Почему? Потому что сфектора по нам легко, то есть сомнение в законах мудрецов к облегчению. Так вот, сфектора народа. Таким образом, таким образом, например, Шухонарух разрешил свеча. Свеча, когда я говорю свеча, это не наша парафиновая свеча, когда я говорю свеча, мы имеем в виду те свечи, которые были в древности. Такая вот штука, как лампа Аладдина такая, в которую заливали масло, вставали фитилек. Кстати, они были сделаны из глины, они не были сделаны из металла. Обычно лампы не делали из металла. Потому что, тем более золото, потому что было жалко тратить золото на лампы. Оно грязно становилось и ужасно. Так вот, дело в том, что когда погас фитилек у лампы, она перестала быть запрещена. Потому что запрет она не по идее. Мы еще разберемся с мукцей, с лампочкой. То есть по идее, когда лампочка горела-горела, погасла, все, запрещенного действия с ней нет. Так вот, и вопрос, то есть может ли наполовину шабата быть мукцей или нет? То есть это лампка. Шурханру говорит, что можно сделать най, то есть да, что я буду использовать эту лампу, или перенесу и таким образом разрешить. Снова потому, что соединение в законах мудрецов на облегчение. Есть еще один вопрос, является ли предмет, то есть мукцей, если вы увидели, это вещь, с ней нечего делать шабата, и мы увидели, что есть вещь, называется предметы, которые человек использует, но они запрещенные, например, то есть да, молотки, плоскогубцы, всякие такие вещи, они вещи, они предметы, в них есть до использования для человека хоть какой-то, не камни, это не трупы, это не и так далее, то таким образом, но они были запрещены, но они запрещены, в смысле запрещены, они запрещены для их использования, но если им нужно их место или использовать для разрешенного действия, разрешены. Теперь есть вопрос, эти запреты это мукцы или нет. Закон для мукцы всех одинаковый или предметы это отдельный закон с отдельными правилами. Есть по этому поводу споры. Я в это не буду входить, просто стоит знать, что в голове держать, что вопрос мукцы, он глобальный, включая эти предметы использования человека, или предметы использования человека, они остаются отдельной пракцией в этих законах. просто нужно стоит знать, это иногда будет полезно, но я не буду вот в ходе. Тоф, я надеюсь, что вас не сильно запутал. Мы сделали введение во все законы мукцы с Божьей помощью. На следующем уроке, который будет уже после шабота, мы начнем разбирать, что же такое мукцы, что именно запрещено и пойдем перечислять все виды разные мукцы постепенно и разбирать, допустим, на следующем уроке мы поговорим, что такое мукцы глобально и потом поговорим о мукце Мохаммад Гуфо. То есть мукц это вещь, которая сама по себе абсолютно бесполезна для шаббата. То есть, да, что это такое, что с ним делать, как это делать. Но это будут на следующем уроке. Тоф, сейчас я заканчиваю запись, с вашего позволения. Всем, кто слушает запись, шалом. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok